Игорь Стрелков-Гиркин написал письмо из тюрьмы, в котором признал, что несмотря на продвижение вперед, российская армия в целом воюет неудачно, находится в тупике и ничего не может поделать с Украиной. Гиркин сидит в тюрьме уже больше года, и если в первый год он в основном помалкивал, на российскую власть не выступал, то теперь, спустя год, он уже очевидно пообвыкся, уже осмелел, что называется, и стал в своих письмах все чаще комментировать события и критиковать действия российской власти. Недавно он с телефона даже включался в стрим к своей жене прямо из тюрьмы, но все же гораздо чаще Гиркин пишет различные письма и сообщения, в которых комментирует ситуацию. И вот как раз недавно Гиркин написал очередное письмо, в котором высказал все, что он думает о последних успехах российской армии. И вот как он оценивает нынешнюю ситуацию. В целом ничего неожиданного для меня на фронте за первую декаду октября не произошло. Противник оставил часть угледарского выступа, который ему стало слишком тяжело из-за обхода северного фланга оборонять. Снова враг отошел сам, не будучи разгромлен и тем более окружен. Теперь украинцы уплотнят более короткую линию фронта северо-западнее. Вообще же южнее Донецка главный опорный пункт врага это Курахово и Кураховский укрепрайон. За него украинцы будут сражаться особенно упорно. Ведь пока он в их руках, у врага остается плацдарм для удара на Донецк. И эту мысль они будут держать в голове на будущее. Хотя в данный момент, с самого начала СВО, они рассматривают Донецкий театр военных действий. Исключительно как второстепенный, где они только обороняются. И в общем, с военной точки зрения, им не откажешь в здравом смысле. До начала осенней распутицы осталось совсем немного времени. И по всей видимости, летне-осеннюю кампанию можно считать законченной. Можно подвести некоторые итоги, хотя быть может украинцы еще что-то выкинут до сезона осенних бурь. В целом кампания прошла в ничью с военной точки зрения. Вооруженные силы России не смогли создать так называемую буферную зону в Харьковской области и преодолеть здесь оборону противника. Не удалось овладеть даже ближайшей целью наступления городом Волчанск и создать вокруг устойчивый плацдарм для угрозы Харькову. С другой стороны, за лето удалось продвинуть фронт на Донецком направлении на 20-25 километров и местами глубже, очистив от врага довольно большую территорию. В свою очередь, ВСУ вторглись в Курскую область, овладев Суджей, поселок Райцентр, чем обнулили все наши успехи и создали обширный новый участок вооруженного противостояния. Таким образом, в активе у нас Углидар и около 40 других населенных пунктов. В пассиве полтора района Курской области, оккупированные противником. Налицо тактическая ничья. Однако ничья это только кажущаяся. На самом деле мы, Россия, потерпели этим летом осенью стратегическую военную неудачу. Нам не удалось реализовать план широкого наступления на Харьков, для которого готовились в течение года силы, средства и резервы. А затем мы пропустили, пусть и не слишком сильный, но очень болезненный удар с переносом сухопутных действий на нашу собственную территорию. Но самое главное, мы потеряли время, которое сейчас и для нас, и для Украины, которая его, соответственно, выиграла на вес золота. Враг получил время на подготовку дополнительных сил и резервов и продемонстрировал невозможность одержания над ним победы с тем наборов инструментов, которые Россия может задействовать в рамках СВО, не переходя к полномасштабной войне и полной мобилизации для достижения победы. То есть враг за летнюю осеннюю кампанию своих целей добился, отразил наше наступление при небольших территориальных потерях, нанес сильный контрудар, сохранил незадействованные резервы для продолжения активных оборонительных и наступательных операций, поддержал в своем населении и войске веру в победу и готовность переживать трудности в расчете на нее. А вот мы, Россия, своих целей не достигли от слова совсем. Наше наступление на Харьков завязло при очень незначительных территориальных успехах. Наше наступление в ДНР лишь подвинуло вражеский фронт, но даже близко его не сокрушило. Наши резервы израсходованы на отражение вражеского вторжения в Курскую область, до конца так и не отраженная за два месяца тяжелых боев. Что теперь делать с вражеской армией и войной в целом, в рамках продолжения СВО, совершенно непонятно, если сбросить со счетов призрачные надежды обитателей планеты Розовых Пони на некий почетный компромиссный мир урегулирования. В общем, пока российская государственная пропаганда орет о победах и радуется захвату развалин Угледара, Стрелков прямо и честно пишет, что для России это все не победы, а на самом деле это для нее поражение. Россия потерпела стратегическую неудачу, Украина успешно обороняется, а Россия не понимает, что с этим можно сделать. Это во многом объясняет то явление, о котором я уже говорил в своих предыдущих видео. Несмотря на то, что Россия идет вперед и вроде бы как захватывает какие-то территории, Z-блогеры вообще не радостны. То есть по этому поводу мы видим, что они наоборот полны уныния, они в таком подавленном настроении, и когда они комментируют ситуацию, их комментарии в основном пессимистичны. То есть никакой радости, что вот-вот там победа не за горами, еще чуть-чуть осталось, и все, мы точно выиграем. То есть ничего подобного у них нет. В основном они жалуются. Жалуются на большие проблемы, на большие потери, на нехватку то людей, то снарядов и так далее. И почему они жалуются? Да, потому что видят ситуацию изнутри. И мы видим, что Стрелков точно так же, вот он четко, как говорится, объясняет нам, почему такая ситуация, потому что российская армия продвигается слишком медленно, несет большие потери, ее ресурсы сокращаются, а победы при этом не видать, потому что, ну, Украина, понятное дело, сдаваться не собирается. Вот, к примеру, еще для понимания ситуации, пост российского военного. Это мобилизованный, который ведет телеграм-канал убежище 8. И вот в своем посте этот российский мобилизованный жалуется на существенный износ орудийных стволов и нехватку снарядов. Вот что он пишет. Конечно, я рад, что у нас есть такие расчеты и еще живые орудия, либо орудия с новыми стволами. Однако в массе своей картина выглядит так. Давно истратившая свой ресурс стволы, почти во всем дивизионе, снаряды из разных источников, с разной развесовкой пороха в зарядах, из-за чего крайне сильный разлет при одних и тех же установках прицела, отобранных более-менее однообразных снарядов может быть всего с десяток на поддержку штурмовой группы, допустим. Поэтому и выходит, что в полку, к примеру, дивизион 122-х укомплектован полностью, но на поддержку штурма можно дать одно орудие с 10 снарядами. Конечно, это не значит, что у России прямо завтра все закончится. Тоже не нужно по этому поводу испытывать иллюзии. Однако это указывает на то, что ресурсы России все-таки постепенно истощаются, они постепенно иссякают, они не бесконечны. И у России нет того количества там снарядов, техники, таких возможностей, чтобы вот навалиться и разгромить Украину. Поэтому все, что она может, это вот так вот, значит, давить, биться в лобовые, выходить в лобовые атаки, которые тоже ее постоянно истощают и истощают. И Россия, да, она забирает себе какие-то выжженные, полностью разрушенные территории, на которых не остается никакой жизни. Но, соответственно, она теряет свой ресурс. И всем понятно, что в каком-то, как бы, будущем, да, обозримом, никакой победе над Украиной тоже быть не может, потому что Украина упирается, украинская армия отходит организованно, никакого разгрома нет, чтобы там не писала российская государственная пропаганда. И Гиркин, который, очевидно, знает ситуацию изнутри, он тоже это видит. Он понимает, что эта ситуация в тупике. И он понимает, что, ну, вот той победы над Украиной, о которой он мечтал, да, о которой мечтали все эти ЗЭТовцы, все эти российские националисты, ее не будет, ее не может быть, потому что нет для этого никаких ресурсов. Поэтому Гиркин продолжает ныть из тюрьмы, да, он взял какую-то паузу, значит, подождал, ну, а теперь заново стал ныть, стал писать свои письма с жалобами, да, потому что видит, что, как бы, ситуация разворачивается не в пользу России. Ну, а для нас с вами это, конечно же, хорошо, и наша с вами задача однозначно поддерживать наших, поддерживать украинскую армию, помогать ей обороняться, чтобы, соответственно, России все эти продвижения вперед давались еще тяжелее, еще более высокой ценой, чтобы ее ресурсы еще сильнее истощались, да, и для этого мы с вами можем, каждый из нас может приложить усилия и, например, донатить на FPV-дроны. Я размещаю, как обычно мы это делаем, в описании к этому ролику ссылку на счет волонтерского фонда. Пожалуйста, кто сколько может, закиньте денег, и это реально поможет нашим военным завтра, возможно, удержать какой-то очередной населенный пункт, удержать какие-то очередные позиции, то есть буквально каждый из вас сегодня может помочь спасти чью-то жизнь. Поэтому донатьте, ну и обязательно подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Донатить.